Дамы и господа приветствую меня зовут Денис Зайченко и давайте разложим по полочкам все что происходит с компанией huawei в данный момент чтобы было максимально быстро я сделал это в формате вопрос-ответ итак первый самый главный вопрос что вообще произошло а произошло следующее после указа дональда трампа президента сша компания huawei попала в список нерукопожатых лиц потенциально доказанных шпиона в пользу китая и угроз для безопасности сша и знаете что самое ироничное обвинение в шпионстве идут из страны в которой есть google и facebook суть в том что из-за указа с huawei отказалась работать уйма компаний а точнее google intel arm qualcomm частично microsoft и куча мелких компаний включая братком ну братком не такая мелкая но менее известная в наших краях так что получается huawei конец даже отдаленно нет во первых huawei в первую очередь это производитель сетевого оборудования для операторов мобильной связи и корпоративного сегмента и только потом производитель смартфона планшетов и только два раза потом производитель ноутбуков и прочих продуктов и этот бизнес включая разработки оборудования для сетей 5g у них процветает как никогда собственно трамп еще некоторое время назад сигналил партнером что 5g оборудование от huawei используется для слежки пользу коммунистической партии китая к счастью для huawei к сожалению для себя он делал это абсолютно без доказательств в общем то поэтому часть стран положила на эту угрозу свой широкополосный болт причем начиная от всяких экзотических стран включая камбоджи так и вполне известных европейских представителей включая германию францию даже россию так что нет huawei будет свистеть и пахнуть еще довольно долгое время а вроде бы какой-то указ о 90-дневной отстрочке это что и и зачем этот указ выдала министерство торговли сша и документ дает huawei временную лицензию для работ на территории собственно говоря сша то есть банк как бы есть но до осени его как бы нет это впрочем даже не подачка китайской компании это кость брошенная американских компаниях а все потому что не стоит забывать не только huawei работает с различными фирмами из штатов еще и различные фирмы из штатов выгодно для себя сотрудничают с huawei и далеко не всем им позволительно вот просто вот так вот обрывать сотрудничество это 90-дневная строчка именно для них чтобы минимизировать ущерб хотя например неофотоник американский производитель опт электроники вот которым мог бы назвать мелким скорее всего банкротится ведь на huawei приходится чуть ли не половина выручки этой компании так чего же лишилась huawei в данный момент она лишилась доступа к последним версиям android ко всем сервисам google к модемам братком процессорам квалком к архитектуре арм к продуктам microsoft включая windows к продуктам intel включая процессоры для ноутбуков и этот список не полный почти каждую неделю две-три компании обрывают бизнес контакты с huawei кроме того не все компании которые пошли в отказ базируются в сша арм например британцы но из-за того что архитектура процессоров использовать патенты из сша разрыв сотрудничества был более-менее оправдан не правда на то что арм отказалась использовать отсрочку в 90 дней и обрезала сотрудничество прямо сейчас также huawei была исключена из sd card association и вай фай альянс это бы значило что китайцы не смогли бы использовать своих смартфонах карточки micro sd и принимать участие в развитии вай фай новых стандартов частью в обеих ассоциациях huawei уже был восстановлен возможно на те же 90 дней но даже если нет даже если исключат и потом от вай-фая смартфоны никто отключать не будет а у китайцев есть свой формат как память вместо micro sd они будут ставить на наезд а этот формат полностью их и развивать его выгоднее всего через средние и бюджетные смартфоны хорошо так а как смартфон и huawei будут существовать вообще у них не процессоров нет ни операционной системы не карт памяти не доступа к поиску google ничего нет очень очень просто у huawei все свое ну или почти все а то чего нет можно будет заменить в следующие годы даже с да даже с huawei создавала свою операционную систему уже некоторое время года уже четыре над ней карпелла и это китайская ос будет базироваться на исходном коде android который open source поэтому отрезать доступ к нему не получится никак ранее операционка называлась хонг-менг но сейчас есть вероятность что она будет именоваться арт-ос а база в виде чистого аусп то есть android open source project значит что приложение формата apk то есть стандарт для android будут устанавливаться без особых проблем так стоп а google play к нему ведь нельзя получить доступ не с android от google да нельзя а может и можно еще прецедентов не было тем более этот магазин не так уже нужен существует уйма других просто менее популярных например оптоид где имеется более 900 тысяч приложений на android и все они бесплатны разработчики оптоид могут если не продать huawei доступ то помочь разработать собственный магазин и да они не сша а из португалии не стоит также забывать и про app gallery фирменный магазин приложений от huawei компании будет достаточно просто предустанавливать его вместо google play в собственный смартфон что она в общем то делать и сейчас правда делает это вместе а не вместо так хорошо остальные сервисы google что с ним погода поиск gmail это признаться будет самая ощутимая потеря но сервисы google не являются незаменимыми например карты начиная с любого китайского сервиса по локализации и заканчивая европейскими и азиатскими вариантами картографических сервисов в мире плют-плюди тот же яндекс может представить и почту и облачное хранилище погоду можно брать абсолютно откуда угодно google тут даже не монополист а google почта будет работать через абсолютно любой почтовый клиент включая те которые уже сейчас есть в магазине huawei так а что с процессорами хай силикон кирин ведь зависит от арм да и поначалу меня это тоже беспокоило потом выяснилось что запрет на использование технологий арм как кстати и на все к чему потеряла доступ хуавей касается исключительно новых разработок поэтому хуавей будет минимум один год а скорее даже два потому что кирин 985 уже разработан и будет использоваться как минимум двух флагманах мэй 30 мэй 30 про и условном p40 и p40 pro а кирин 990 находятся в разработке и прекращать разработку никто не будет причем и в кирине 985 и в кирине 990 учитываются технологии арм и лишь условное тысячное поколение кирин должно будет опираться на собственной технологии хуавей и хай силикон какие именно ну тут выбор не богат главное что нужно сделать заменить архитектуру арм и тут либо x86 что сразу отпадает ибо intel тоже отказался работать с хуавей либо архитектуры в свободном доступе например риск файл оптимизировать это дело нужно будет долго но архитектура уже сейчас умеет много чего не все но много чего так что же получается не нужно бежать и сдавать свежекупленный хуавей в магазин обратно но оказывается нет разве что вам кровь из носа как нужен самый последний android который возможно все таки появится на смартфонах хуавей например my 20 pro вновь появился в списке бета-теста android cube откуда он исчезал так что можете не переживать у вас будут все обновления и доступ и google play google music и gmail и патчем безопасности все ранее выпущенные смартфоны хуавей будут поддерживаться гуглом до упора с другой стороны советую присмотреться к боу рынку устройство хуавей наверняка будут продаваться массово из-за паники и непонимания средним человеком текущей ситуации пояснять смысла нет а вот выхватить какой-нибудь флагман подешевле смысла даже слишком много чтобы проигнорировать ситуацию впрочем если хуавей будет продавать какой-нибудь из ваших родственников близких или друзей лучше покажите ему это видео подводя итоги за хуавей переживать не стоит эта компания слишком автономная чтобы просто зарыться носом в землю при первой же угрозе это не за т.е. и уже такого не станет к счастью для нас потребителей разумеется но если у вас другое мнение или другая информация или есть сомнения на этот счет комментарии всегда открыты милости просим в обсуждение и на этом пожалуй все в комментариях не забудьте написать ваше экспертное мнение что дальше случится с хуавей она взлетит она утонет она ограничится китаем или стороны в конце концов договорятся не забывайте также ставить лайки подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик разумеется если вам понравилось видео если не понравилось сожалею и надеюсь что следующее видео вам понравится больше также выражаю благодарность магазину киева и и за предоставленное помещение для съемки с вами был гений зайченко до связи дамы и господа до связи